Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео под названием «Как убрать любое воспаление в кишечнике». Практически это о ликвидации, профилактика тоже, любых проблем с ЖКТ. Но что касается профилактики, практически стопроцентная защита. Что касается лечения, всё зависит от болезней. Но если мы говорим о дивертикулите, о каких-то воспалительных процессах, очень многих с желудком и практически всех с кишечником, то если мы не говорим об онкологии, конечно, то при большинстве прочих болезней кишечника эти мои рекомендации вам помогут однозначно. Что касается большинства болезней воспалительного характера кишечника, врачи, как правило, всегда назначают антибиотики. Антибиотики делают инфекции, бактерии, от которых антибиотики им назначают врачи, сильнее и устойчивее к этим антибиотикам. Тогда фармацепты, химики разрабатывают новые антибиотики, более сильные. Но эти антибиотики, естественно, убивают почки и печень не сразу, но постепенно. Они имеют накопительный эффект. С мочой они выходят, как говорится, в канализацию, ну, кто в городах живёт, или в почву, кто в деревнях рядом через септики и системы мелиорации, попадают в почву и сейчас даже в альпийских родниках, находят те самые антибиотики, потому что приезжающие туристы, ну, как говорится, по малой нужде и так далее, ходят, и это всё попадает в почвы, в том числе грунтовые. Об этом у меня было, кстати, видео, и это, кстати, исследование международное, и Швейцария, и других стран. Так что можете видео это посмотреть, проблема большая. Кстати, если человеку, периодически принимающему антибиотики, и человеку, который там десятки лет не принимал ни один антибиотик, дать один и тот же антибиотик от одной и той же проблемы, то первому он может вообще не помочь, а второму, кто не принимал долгие годы, может помочь и маленькая доза, скажем, четвертинка от дозы первого. И это всё потому, что бактериальные инфекции и прочие болезни, от которых принимают люди антибиотики, назначаемые врачами, становятся устойчивыми к антибиотикам. Антибиотики наносят огромный вред организму, а причины воспалений и причины развития дисбактериозных состояний. Сибра, то есть синдром избыточного бактериального роста, синдрома дырявого кишечника, антибиотики не решают и решить не могут. Есть ли альтернатива, спросите вы? Да, есть. Что же из природных средств, натуральных, убивает патогенные бактерии в кишечнике и снимает воспаление? Да, в природе есть всё, что может вылечить и не допустить болезни любые, иначе не было бы самой жизни. Только надо знать эти средства и применять правильные меры, о которых люди и не помнят, и не знают. Это комплекс простых природных средств, и сейчас я вам о них расскажу. Разумеется, перед приёмом любых средств надо обследоваться, понять, какие проблемы и, как говорится, посоветоваться с грамотным и неравнодушным доктором. Но общие меры таковы. Первое, самое сильное средство, проверенное, что называется, столетиями. Это чага. Чага – это такой гриб на рост на берёзах. Это высший базидеальный гриб, обладающий очень многими лечебными свойствами. Кратко так. Это один из немногих дикорастущих грибов, которые используются официально в фармацевтике. А в начале 50-х годов в СССР он был принят как лекарственный препарат, который продавался в аптеках, например, чаговид. У меня было видео про чагу, вы можете его посмотреть. Ссылку я вам оставлю в описании под этим видео, там очень интересная информация. Но кратко сейчас скажу, что экстракт чаги регулирует метаболические процессы, способствует повышению развития резистентности организма к инфекциям, то есть невосприимчивости, обладает иммуномодулирующими свойствами, противовоспалительными, тонизирует работы кровеносной лимфатической системы. И, кстати, экстракт чаги показан как профилактическое и палеоактивное средство при многих заболеваниях и при онкологиях любого вида, особенно ЖКТ, при заболеваниях бронхолегочной, кровеносной лимфатической системы, в качестве симптоматического средства, которое улучшает общее состояние при вирусных различных нагрузках, но главное, при заболеваниях ЖКТ, при язвенной болезни, гастритах, энтеритах, дискинезии желчеводящих путей, мочеполовой системы и почечной недостаточности. А теперь, откуда и как брать сырье? Вы можете собирать сами, правильно заготавливать, там очень важно, чтобы сушка была не выше 38 градусов, ну и правильное хранение, или покупать готовый сухой препарат. У нас, например, есть измельченный уже в порошок, который очень легко запаривать. Помните, запаривать надо при температуре 50-60, максимум 70, иначе лечебные свойства, практически все, будут разрушены, если вы будете заливать кипятком, как это советуют во многих видео, не очень просто дилетанты. Но вы можете купить, а это действительно очень удобно, водорастворимую форму гриба чага. Наши коллеги стали производить такую форму водорастворимого грибного препарата чага, ну вот как есть веселка, агарик, шиитаки, теперь и чага. Тогда просто один пакетик экстракта надо развести в 150-200 миллилитрах теплой воды градусов 50-60 и выпивать до 5-6 раз в день. Ссылки, разумеется, на чагу в порошке и чагу водорастворимую форму я вам оставлю под этим видео. Далее. Чага чагой, но комплексный подход это всегда несколько мер, ведь нет универсального средства такой волшебной таблетки. А вот если знать и действовать на проблему с разных сторон, учитывать все факторы, особенности биохимии, то тогда да. Итак, второе, это простой сок, вернее соки. Я вам советую изучить, ну, книги, скажем, Нормана Уокера, а именно о соколечении овощными, я подчеркиваю, не фруктовыми, не сладкими, а овощными соками. И номер один здесь по ЖКТ, это капустный сок. У меня, кстати, про соколечение, про Нормана Уокера видео на канале тоже были, я попробую найти, оставлю ссылку. Так вот, капустный сок из органической белокочанной капусты, свежей, желательно молодой. Это очень хорошее, сильное средство, но помните, когда будете пить капустный сок, категорически не совмещайте ни с чем сладким, ни с какими сахарами глюкоза, фруктова, сахароза, ни с какими фруктами, и разносите от любого сахара, содержащего продукта, часа на 3-4. Как правило, капустный сок применяется до еды. Ну, и капустно-сельдереевый, где пополам, тоже очень будет хорош. Органическую биокапусту, выращенную без химии, сезонно мы тоже продаем. Сайт наш надгард.ру. Третье, это сок проростка в пшенице. О нем уже, конечно, многие люди забыли. Так называемый ветграз, но конкретно сок именно проростка в пшенице. Там есть очень много важных противовоспалительных веществ, в том числе редчайший, в общем-то, витамин У, который тоже применяется и необходим организму противовоспаления для их подавления. Применять сок проростка в пшенице лучше после еды, минут через 20-30-40 после еды. Дозировку приема прочтите под товаром. Ссылку на сок проростка в пшенице, таблетированную, которую можно перевозить долго, хранить очень долго. Удобно применять, не нужны морозилки, чтобы оттуда завороженный сок проростка в пшенице или там самим проращивать, выдавливать шнековыми соковыжималками. Вот все это не нужно. Достаточно в таблетках концентрат принимать. Все написано как прямо под товаром. Оставлю на него ссылку. Четвертое, это проростки брокколи. Напомню, у меня было видео про брокколи. Я оставлю ссылку, посмотрите, там есть такое вещество сульфарафан. Очень сильное противовоспалительное средство. Причем свойства эти как бы накладываются, усиливают друг друга. Поэтому комплексное применение самый лучший вариант. Но помните, что все подряд закидывать одновременно в рот, что называется, нельзя. Надо разносить по времени. Минут на 10-20 друг от друга один на другой препарат. Ну а что-то до еды, что-то после. Семена проращивать брокколи просто. Как это делать, в том видео я рассказываю. Семена можете приобрести у нас. Пятое, дегидрокварцетин. Очень мощный антиоксидант. Из пихтовой хвои добывается это вещество, очень полезное для ЖКТ. И не только для укрепления иммунитета, вообще для мобилизации нашего организма и его защитных свойств. Ссылку оставлю, рекомендую почитать, что это такое. Ну и видео у меня есть, ссылочку на видео тоже оставлю. Шестое. Это хлорелла и спирулина. Ведь поймите, иммунитет, вообще защитные свойства, формируются от тех питательных веществ, которые мы с вами получаем с пищей. Так вот, хлорелла и спирулина содержат в своем составе, ну, практически все витамины и минералы. Но в том числе, например, витамин К1, который укрепляет и сосуды, микрокапилляры, в том числе кишечника, делает их более эластичными, укрепляет их защиту. Это очень важно. Седьмой. Витамин С. Это мощный антиоксидант. Этот витамин необходим для кишечника. Проблема в том, что в натуральном виде, в полном необходимом количестве, ну, там, до грамма в день хотя бы, получить его сложно из пищи современной, тем более, что люди едят сейчас. Ну, и вот поэтому концентрат есть органический. Аскорбинку категорически не применяйте. Ее опасность не меньше, чем антибиотиков. Синтетические многие витамины очень опасны. Витамин С есть еще пока органический. Вообще их производят, ну, там, 2-3 компании в мире, к сожалению. Ссылку на концентрат, полученный из растений, путем экстракции, вот, концентрированный витамин С органический, на него ссылку я вам оставлю под этим видео. Дальше. Восьмой. Гель-сорбент с хитозаном. Это, можно сказать, прорыв в науке и в медицине. Выпускают этот продукт наши коллеги в Новосибирском академгородке, одна лаборатория. Посмотрите видео, кто не видел, непременно. С моей коллегой, с доктором, так вот, видео у нас есть. И ссылку на товар тоже оставлю. Бактерии ЭВИТА. Это для тех людей, у кого есть какие-то отравления или любые дисбактериозные состояния, проблемы с кишечником, газообразование, вздутие, запоры и так далее, чтобы наладить работу симбиотической, то есть нашей родной полезной кишечной микрофлоры. Симбиотические пропионовые бактерии ЭВИТА это номер один. Естественно, все, что я говорил выше, совместимо друг с другом, только по времени надо разносить. Кстати, общий алгоритм, как вообще сочетаются препараты медицинские, БАДы и продукты питания, у меня об этом есть видео. Очень важное видео. И посмотрите его, чтобы не задавать такие вопросы, а можно это с тем и то с другим. Возможно, я составлю набор на три месяца, скажем, вот из этих препаратов, что я сейчас назвал, из этих добавок. И ссылку я оставлю вам под этим видео. А можете и сами, зайдя на наш сайт, набрать, скажем, составить, что вам нужно. Ну, например, только чагу или чагу и сок проростка пшеницы, ну или что-то еще к этому добавить. Советую, как профилактику и лечение не менее трех месяцев принимать подряд, ну иначе это может не дать желаемый результат. За пять минут ничего не бывает. А при серьезных, комплексных каких-то проблемах со здоровьем, с ЖКТ, при любых сомнениях, вы можете просто пройти индивидуальную консультацию. И даже консилиум врачей фунга и фитотерапевтов, под этим видео в самом низу будет ссылочка, называется индивидуальная консультация. Нажимаете, попадаете, читаете условия, устраивает, там есть почта, пишите письмо. Ну вот, пожалуй, всю информацию дал исчерпывающую. Помните, комплекс мер, это всегда, ну, гарантированный практический результат, разумеется, могут быть любые нюансы. Ведь помните, что есть и на любых лекарствах, любых пишут. Вот индивидуальная непереносимость или что-то, но это огромная редкость, тем более для натуральных, природных средств. А теперь послушайте мою двухминутную рекламу. Не чужих каких-то товаров, продуктов, а моих. И более того, там сказано, как в том числе заказывать для тех людей, кто проживает за границей. По России все элементарно, но мы отправляем любые города России, страны мира, и так слушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики, ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.